Прошедший год президентство был нелегким, заявил глава государства в интервью республиканской газете Анна Телле. В беседе с нашими коллегами Касым Жумарт Токаев затронул вопросы развития казахстанского языка, новый закон о митингах и действия правительства в борьбе с коронавирусом. Все основные тезисы интервью у Жалгаса Азганбаева, он сейчас на прямой связи со студией. Жалгас, приветствую. Сейчас всех волнует, конечно же, ситуация с коронавирусом. Что сказал президент на этот счет? Марьян, добрый день. Рассуждение о том, что мы проигрываем борьбе с эпидемией, а правительство утратило контроль над ситуацией, президент считает неверным. Глава государства напомнил о новых построенных трех модульных инфекционных больницах в республиканских городах, оснащенных необходимым оборудованием, круглосуточной работе медиков и выделенных средствах. Президент заявил, что те, кто находятся у власти, это такие же люди, как и мы. То есть заразившиеся чиновники действительно сейчас болеют и принимают лечение. Только я подчеркнул, что таких заболевших из числа руководителей различных органов власти 15 человек. Предлагаю цитату президента. Согласно текущей статистике, число зараженных вирусом в стране достигло около 20 тысяч человек. Большинство из них обычные граждане. Вопрос не в том, каким путем кто заразился. Необходимо создать условия для того, чтобы наши граждане скорее выздоровели и не получили осложнений. Нельзя делить заболевших на чиновников и простых людей. Как говорится, все мы на одной лодке. Еще одна цитата президента сейчас вашему вниманию. В условиях пандемии слабее звучит голос ООН как безальтернативной уникальной международной организации. Нагнетается конфронтация между крупными державами. Обостряются региональные конфликты. Для Казахстана, как и регионального государства, это неблагоприятная тенденция. Но поскольку интервью у главы государства было газете на госязыке, поэтому интервью касались вопросов статуса и развития казахского языка, журналист издания спросил о том, какие шаги необходимо предпринять, чтобы государственный язык стал языком межнационального общения. Президент заявил, что языковая проблема имеет огромное политическое значение и при неправильном обращении с ней может привести к непоправимым последствиям для государственности и безопасности граждан Казахстана. Тукаев привел пример Украины. Процитирую президента. Лобовая атака с целью повышения статуса государственного языка и насильственного расширения ареала его применения контрпродуктивна, поскольку может спровоцировать дестабилизацию межнациональных отношений. По словам президента, хорошим примером может послужить опыт Узбекистана. С присущими узбеком тактом и учтивостью, не делая громких заявлений, они полностью решили языковую проблему, охотно прибегая и к русскому языку, когда в этом есть необходимость. К моему удивлению, в госорганах Узбекистана до сих пор используется русский язык. В этом весь прагматизм этого народа. И так было на протяжении всей их истории. Но по мнению главы государства, казахский язык должен стать престижным и востребованным в нашем обществе. В частности, президент заявил, что при назначении на государственные должности, особенно сопряженные с общественными коммуникациями, предпочтение нужно отдавать тем, кто наряду с профессиональными качествами хорошо владеет казахским языком. Во-вторых, следует поддерживать и поощрять представителей других этносов, хорошо владеющих казахским языком. Это и включение в парламент, и назначение на высокие должности. А над теми, кто допускает фонетические и орфографические ошибки при использовании казахского языка, смеяться над ними нельзя. Президент подчеркнул, что укрепляя позиции государственного языка, не следует также ущемлять статус русского языка. Язык — это большая политика, поэтому поспешность и шапкозакидательство могут нанести ущерб нашей государственности. В практическом плане преподавание точных наук в вузах можно оставить на русском языке. Здесь для нас полезен опыт Малайзии, где вначале решили отказаться от английского языка, но затем восстановили его статус в вузах и как средство дипломатических коммуникаций. Касательно митингов, Тукаев сказал, что новый закон, прошедший через общественную экспертизу, является большим шагом вперед продвижения демократии в нашей стране. Но президента возмутили требования некоторых граждан о допущении к участию в митингах иностранных граждан и несовершеннолетних детей. Пока же наша страна подвержена митинговщине, большей частью навязанной провокационными лозунгами извне. Это ставит Казахстан в невыгодное положение на международной арене, где обостряется серьезная конкуренция на региональном уровне. В Центральной Азии основными государствами являются Казахстан и Узбекистан. Между нами разворачивается масштабное сотрудничество, что не исключает экономической конкуренции. Вот об этом нам ни в коем случае нельзя забывать. Казахстан обязан сохранить свои лидирующие позиции. Ну и в конце, Марьям, отмечу еще одну строчку из интервью президента. Наступила эпоха самовыживания государств. И труд, как образ жизни, должен выходить на передний план. Время тоев уходит. Наступает время разума, науки, знаний, труда. Одним словом, Марьям, делаем выводы. Что ж, Жалгас, продолжим трудиться. Ты в редакции, я в студии. Спасибо, коллега.